Я вас категорически приветствую. Евросоюз примерно на год лишился возможности проводить запуски космических аппаратов. Причина крайне веская и уважительная. Новенькие топливные баки для ракеты Вега были отправлены в утиль. А ведь Европейское космическое агентство планировало еще один разок запустить старую проверенную ракету. Потому как идущая ей на смену Вега-Си на последних испытаниях почему-то взорвалась. Пуск намечали на весну грядущего года. Так что подготовка началась еще вот этим летом. Но в конце осени выяснилось, что два из четырех топливных баков последней ступени с завода возле итальянского городишки Коллеферра куда-то пропали. Оба бака, как и все остальные важные компоненты ракеты, были оборудованы датчиками геолокации. Поэтому найти их оказалось несложно. Нашлись баки на ближайшей свалке, причем в совершенно непотребном виде. На заводе все лето вели работы по реконструкции производственных площадей. Ну и топливные баки по ошибке вывезли как строительный мусор. Баки метр семьдесят в высоту и почти два метра в диаметре. Сложно представить, как их можно с чем-то спутать. Ну да, вот такой получился евроремонт. Как говорится, на все деньги. Ну и как теперь запускать ценную ракету вообще непонятно. В загашнике нашлась пара баков, произведенных еще в 2012 году. Но использовать их через 12 лет несколько стрёмно. Есть вариант заморочиться и переделать баки с еще не прошедшей сертификацию Веги-Си. Но это опять же время, деньги и непрогнозируемый результат. В общем, дела у еврокосмонавтики пока что складываются как-то не очень. Своих ракет на данный момент просто нет. Недавний тест разгонной ступени ракеты «Ариан-6» провалился. К испытаниям она будет готова только под конец 2024 года. А ейная предшественница «Ариан-5» свое уже отлетала. И что-то никто не спешит воспользоваться услугами Илона Маска. Что странно, у него ведь все так здоровски организовано. А главное, недорого.